В российских вузах сегодня большой праздник. По всей стране отмечается День российского студенчества или Татьянин день. По традиции выпускники посещают свои учебные заведения, а учащиеся принимают поздравления от преподавателей. Как праздник отметили в Ангарском техническом университете? Расскажем далее. Среди учащихся Ангарского технического университета не только вчерашние школьники, но и специалисты со стажем. Эдуард Москаленко уже несколько лет работает в Иркутской нефтяной компании электромонтером. Молодой человек шутя подмечает. О том, что снова сядет за парту, он и не думал. В настоящий момент новые знания он получает на факультете электроэнергетики и сегодня с полным правом отмечает День студента. Несмотря на сегодняшний праздник, образовательный процесс у нас продолжается безизменно. Сидим на лекции, учимся. Я думаю, что у нас закончится установочная сессия в субботу. И как пойдем мы с однокурсниками? А День студента поэтому чуть-чуть он будет сдвинут на субботу. История этого праздника насчитывает несколько столетий. Своё начало она берет в 1755 году. Именно тогда по указу императрицы Елизаветы Петровны был основан Московский университет. Ну, помимо того, что официальное название День российского студенчества, он еще называется у нас по-другому как? День. 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 Какая связь День и российское студенчество, как вы думаете? Знаете? Считается святой вельником ученицы за христианство. Ну, вот так вот сложилось, что с таких вот древних времен она является покровительницей именно российского студенчества. На революции в Татьяне День с утра преподаватели и их студенты отправлялись в церковь, а вечером начинались шумные гуляния. Сегодня, как и тогда, учащиеся отмечают праздник с размахом. Впрочем, как говорят педагоги, это еще и возможность обсудить современные тенденции в образовании. Сейчас есть некоторый, мне кажется, уклон в то, что студенты-заочники более предметно относятся к тем дисциплинам, которые они изучают. Потому что, как правило, это люди, которые уже учатся и работают. А раз они работают по профессии, то они очень ответственно относятся, задают вопросы, как-то привязывают это к практике. У дневников, они в основном еще после школы, после техников у них поменьше опыта. К этому относимся с пониманием и стараемся их втянуть и в научную деятельность, привлекаем их к участию в конференциях. Они уже становятся авторами статей. Сегодня в единственном высшем учебном заведении Ангарска около двух тысяч студентов. Виновники торжества принимают поздравления от педагогов и друзей. Оксана Крикунова, Олег Левченко. Местное время.